так всем привет это львина салты и это грех тех вместе с эндро и с тех пор что произошло с последней серии как видите переделал свою фермочку и увидел одного лицеплейщика он выращивают таким способом но я решил сделать то же самое так что у него над тыквами стояли блоки стекла и вместо тыквы была земля но под землей вырастает трава а трава не есть хорошо но усиливает возможность появления сорняка вот но зато я узнал не хорош одну полезную одну очень полезную информацию так это вы видели это вот портал в край этот портал точнее это портал портал в край это портал в деревне вот дальше оказывается вот под этим блоком земли на глубине двух блоков должна быть обязательно земля но если вы выводите простые культуры если там выводить кун железного вянули что тот под этим блоком то есть вот вот в этом месте должен стоять блок руды той штуки который хотите вывести хотите железную руду то там должен быть блок железной руды а так на глубину двух вот тут вот раз два три должно стоять именно земля это как бы увеличивает шанс попадания воздуху к растению уменьшает шанс сорняка также сделал тут все маленький сарачи где храню семена вот как чтобы пока месь ничего путного не вывел как видеть вот растут не знаю тюльпаны синие тюльпаны так что такое почему у меня жарочка без тут думаю может стики какой-нибудь вырастет вот в лен вырос и за от power так дальше что ну принципе нечего показывать пока месту тут тут особенно тут вот сорня как всегда тут 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 пока есть ничего так этот грохал себе маленький сарайчик где храню все растительное и с ним связаны вот такой вот рабочий сарай так тут у меня семена тут у меня пшеница тут у меня пусто пока месь тростник всякий хлам тут у меня бахчевые тут у меня красочки овощи и тут все нестандартно вот так же тут переделал немножко старую ферму как видите вот у меня картошка морковка кстати картошки если я сейчас соберу то вот видите дала мне ядовитый картофель его тут везде так подождите используют эту вот штуку в лених тут собирать вот везде будет ядовитый картофель с ним надо осторожно чтобы он не был ядовитым как только он созреет его надо снимать если он побудет больше более-менее побольше на грядке то он становится ядовитым то есть если морковка может стоять сколько угодно то вот к сожалению с ядовитым картофель с картофелем это не проканает и она должна быть очень очень важно время так я вроде все собрал и сейчас пойду скину вернуть также как видите поставил мод in game info который показывает первая строка время по майнкрафту 2 в каком биоме нахожусь следующее освещение поскольку мне почему-то всем не работает тот с помощью его я могу видео не грехи если он загорится красным то значит в этом месте темно и тут могут спавниться мобы вот экспириенс это я не знаю чуть такое фпс но это я думаю понятно и сколько в данный момент куда я смотрю и вижу этих самых животных также сделал себе солнечный приснитель 989 делается он довольно таки просто но в будущем на данный момент она вот делается очень просто универсальная капсула и основной корпусный механизм нужно она мне по очень одной простой причине я хочу получить капсулу универсальной жидкость как она дистиллированной жидкости для чего она нужна чуть чуть попозже узнать так пропустим ночью в этот процесс можно было показать вот как видите она должна иметь прямой доступ солнцу и вот начиная дистилляция и тут по милибаки тут он палитру короче заливается когда наберется 1000 миллибакетов но эту капсулу сможем использовать также я тут поставил себе якорь путешественника ну во первых можно переспрыгивать во вторых вот для того чтобы повесил и и надо так жить как она там крутится войне то нажал ведь давай но крутись забыл как пользоваться следи за своими грядками но более-менее следить со всеми следить не получается но более-менее видно где кстати вот уже сорняк растет среди за грядками так более-менее хоть какая-то полезная функция от него ну и больше всего изменений касаются вот этого вот моего здания как видите вот появился еще один этаж так вот тут все опустела тут принципе ничего не изменилось тут как всегда у меня перерабатывается сталь тут сделал автоматическую миссератор ную здесь у меня вот стоит уголь лежит точнее вот оттуда как помните да чичирую немного по индустриал крафтовским проводам нету не пропадает электричество и она доходит ценности и сохранности и в любом количестве поэтому но чуть-чуть 4 потому что по грехтеховским на один блок где-то один я теряется сделал такие светильнички все же технологии делаются они вот примерно но так вот таким способом стекло плюс вот и светит они довольно-таки маленькие по сравнению с этими покелами намного красивее выглядит так вот это верхняя моя комната но это считаю бойлерные и там будущем будет прочее вот работают бойлеры тот отход аж еще стоит бак тот отделяет как ее стальной трубу от бака вот этот как он называется пластинка из бака вот купить так всегда же извлекается и сюда всегда помещается вода вот и дальше поэтому вот этот коннектор для труб это уже другая труба вот как она делается по моему это если не ошибаюсь они вот извините вот такая вот труба предметная вот как она получается довольно таки не сложно делаем такую предметную трубу и можем регулировать вход-выход если у вас ход помещается по черному каналу и извлекать по безрастом сигнала по серому каналу и вот у меня серый канал идет сюда вот помещение серый канал только помещать и вот он забирает отсюда весь эш вот из этой вот ячейки а тут у меня стоит черный канал и только извлекать безрастом сигнала и не допустим на данный момент сильно не надо ее напрягать печку поэтому я вот отключаю вот этот можно же сон сигнал это поставить но неохота вот отключаю трубу и сюда уголь уже не подается и он короче зря не тратить вот тут помощью стальной трубы как видите рецепт трубы я не знаю покажу ли я его да на русском все записать надо так стал флойд по моему вот это делал да вот такой вот трубу дел их по 2 как видите она пропускает 4800 по моему это нет вот этого 4800 это 480 миллибакетов вот это вот флойд модификации эндер айо так где они эти флуид дакты вот видите только 200 миллимакет но простая 100 миллибакетов 400 то есть на данный момент с моим разработку вот эти вот стальной трубы нам нужно надолго хватит и как видите поддерживает мне подсказал знакомые вот как поделись и тут не дергается цифра стоят ровно 24 но там чуть могу держит тогда она работает эффективно и как видите вот она мне уже заполнила мои три четыре энергетические ячейки вот они идут дырочками сюда их много сделал еще так думаю тут продолжать энергии энергии никогда много не будет вот ну и тут вот такая у меня бойлер более так свободно тут потом еще чем пойдет то есть тут будет технический отдел вот оттуда до стены пойдут эти все мои новые машинки те теперь насчет вот этого вот для чего его собирает так он начинает копиться а вот мы собираем в универсальную капсулу эту жидкость и потом мы ее можем так день где мы тут можем допустим закроемся тут чтобы сильно мешать вот можем ее вылить и подобрать это у нас дистиллированная вода а теперь для чего нам не нужна ну опять же в качестве маленькой читерной системы раль для этого раньше можно было использовать нефть из белкрафта а это ты а теперь оказывается можно использовать сейчас добегу так вот как видите мы в аду так и для чего нам не нужно кто-то лук подарил сила 2 неплохо сила 2 можем будет их соединить получить силу 3 так или чего он не нужен вот допустим мы находимся в аду если я вылью в аду я нахожусь если я вылью простую воду то и все до свидания но если вылью вот эту дистиллированную воду то получается вот такое вот прелестное читерство как видите и мы можем таки таким способом немножко от охладить так что имейте ввиду в качестве жидкости можно использовать кровь из плод магик а потом по моему белла массу молоко не молоко по моему нельзя также коагулянт и довольно таки много веществ которые надо проверять и как вы пить мы можем пользоваться и как водой но это только из индустриал крафтовской жидкости мгнови проверены такие жидкости как так вот такие жидкости как биомассо и охладитель вот Мне сейчас нету проблем Если меня кто-то подожжет Меня можно будет Спокойно вот этим вот Капсулой студить Ну и неплохой источник Неплохой источник Жидкости Кстати я еще обновил лопату До последнего уровня Точнее вот это вот Темную кирку Апгрейдил, ну кстати мышки Из них выпадают рецепт Ага и вода Так ладно, вот я показал Что хотел пока меснуть Такую маленькую читерную Вещь в воду Так что возвращаюсь и увидимся Так вот я вернулся Иззада домой чуть-чуть Ну совсем чуть понабирал рисов Так что у нас тут происходит Тут у нас полно железа Стали Чуть купера есть Копера Копера Как называют его иностранцы Так И что я хочу делать дальше Дальше мне надо две машинки Обязательно наверное все же с них начинать Это Это Фири Вири 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 Мил Вот так оно делается А ну в принципе Электрик мотор я уже Делал на кадр Электросхемы тоже делал Лофт машинки Тоже делал Так что тут наверное сильно объяснять не буду Как ее делать Потому что второго тира Мне она не подойдет Ибо тут уже надо Если не ошибаюсь Да Алюминий Алюминий у меня пока мисс нету Потому что надо другую машину И надо А я вот и забыл как она называется Машина Вот она Вот она Вот она Вот она Basic Blending Machine Так Тут уже надо будет Электрик Пистон Стоворот Электрик Мотор Итого 6 моторов Надо да Если не ошибаюсь 6 моторов Раз Два Три Четыре 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 мотора А Восемь моторов Ох ты Ё-моё Так Что-то я не въехал Причем тут эти все машины Грех тех И Вири Мил Раз Два Три Четыре Всего 8 моторов Надо Так что Ну сомневаюсь Что вам это интересно Будет Смотреть Как этот Крафт Четыре Две Несчастные Машинки Работы много Толку мало Ладно Когда-то делаю Верну А пока Занимаюсь Крафтом Я вот сделал Такие фасады Для труп Вот он Их рецепт Довольно-таки Простой Его по идее Вкладываешь В красочную машину Берем Любой блок Допустим Камень Там Алмазный блок Стекло Нету разницы Любой блок Вот даже Я покрасил Как видите Вот Фасад для труб Вот В этот Фасад для труб Покрасил В бак Ну вот В такой Бак Вложим Его В фасад Для труб Сюда Образец Сюда Сам фасад Он его Начинает Красить И превращает Любой блок В Ну То есть Окрашивает блок Вот как видите Фасад для труб С Текстурой Камня Мы можем покрасить Допустим Эту вот Тыкву Или Глоустон В камень Поставить его на пол И он Или там Под пол Вот он Будет Выглядит Как вот Допустим Вот этот вот камень Он будет светить То есть Ну Неплохие светильники Вот Но поскольку у меня При постановке этих фасадов Происходит Краш Я боюсь Ими пользоваться Честно скажу Вот Такой вот Маленький бак Я нашел Поэтому Ух ты Ботинки потерял уже Вот так вот Он делается Красивая машина Че Потерял Красивый создатель Где этот Покрасочный Беспроводный Блин Где он есть Создатель Вот Покрасочный механизм Ну Делается он Долго таки Просто Кварц Шасси механизма И электросталь Вот Ладно Пошел я дальше К красным Как видите Сделал Магнитик Айрон Вот эти Айрон роды И Купер Вера Сейчас Жду пока у меня Олово подготовится И Вернусь Так вот Все готово Моторы Как видите Сделал Сделал 128 Вольтаж Так Так Рецепт А этот Сколько Проводит 32 вольт Вольтаж Ага Ну Ясно Ну Посмотрим Чего у меня Больше Так Дальше Блин Вот про эту Штуку Я забыл Забыл Выложить Так Это Пока Мне Не надо Еще Сердце Забыл Выложить Так Значит Занимались Мы Вере Мил Так Это Мы сделали Так Микросхемы Лоб Машин Кейсинг Это Еще Тинкабли Надо Будет Так Наверное Платы Блендинг Вначале Потому Что Там Два Электрик Этих Так Три Пластины Два Тинкабля Два Стинлрода И Смал Делать Наверное Просто Так Не надо Две Звездочки Тин Аэрон Плайт Мне Аэрел Мне Остальная Надо Один Из Остальные Он Стилл Плат Ложим Сюда И Выбиваем Из него Звездочки Готово Так Берем Стали Получаем Там Надо Было Два Стим Урода Раз Два Три Четыре Вот Сделали Так А сколько У меня Стали Есть Плат Стали Плат У меня Нет Там Надо Было Три По Три Это Шесть Раз Две Это Шесть Так Где он Там У нас Есть Опять Потерял Вот Они Идут Во Так Это Есть Есть Остальные Пластинки Пластинки Шесть Есть Это Есть Это Есть Четыре Тинкабеля Так Iron Light Тинкабеля Четыре Это Будет В Восемь Раз Два Три Четыре 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 Восемь Так Повторением Отвечения Так Дети Мои Ножнички Разрезаем Восемь Это Будет Шестнадцать Так Получаем Шестнадцать Пластинок Так Это Сюда Это Вот Сюда Так Это Делаю Я на кадр Решил Показывать То Что Я Еще Не Показывал Грубо Говоря Так Сколько Помню Два Кабеля Отчего У меня Больше Вышло Но Все Равно Так Тут Это Тут Это Тут Два Мотора И Два Стеллода Что Это Так Эти Во всяком Случа Тинкабеля Они Пригодятся Все Равно Буду Делать Микросхемы Так Смотрим Для него Надо Басик Блендинг Машин Во Как раз Они И нужны Так Где Вместо Освободим Чтобы Скоро Уложить И видеть Что у нас Есть Что у нас Нет Так Два Поршня Два Этих Дальше Что там Нам Еще Надо Было Два Тинкабля У меня Четыре Они Все равно Пригодятся Я так Понимаю Так И Машинкейсинг Еще Как раз Два Тинкабля Вот Для чего Дел Да Точно Сталь Есть Берем Сталь Так Я так Понимаю У меня сейчас Пластинок Не хватит 7 Что-то Она была Понаделась Всего Но Как-то Лень Да Кто-то Не взял Один Инструмент Так Берем Вот Это Вот Это И Это Получаем Его Сложим Сюда И Вот Он Lock Machine Casing Есть И Сейчас Осталось Сделать Микросхемы Но Это Я уже Наверное За кадром Я уже Показывал Каких Делать Тем Более У меня Нет Аллой Виры Так Что Мне Надо Будет Ити Закинуть 4 Штук Подождите Аллой Виры Так Ой Не Твои Микросхемы Так Вот Эта Штука Раз Два Это Раз Два Три Мне Их Надо Четыре Штуки Шестнадцать Штук Надо Вот Процесс По-моему Пошел Да Пускай Жарится Ладно Средимся Когда Все сделаю Так Что Собираем Так Делаем Микросхемы До Конца Ой Что я Сделал Так Двенадцать Этих Так Чуть Дешевле Выходит Чем Оригинальный Грех Тех Веложим Две Эти Пластины Четыре Наночипа Две Микросхемы Так Теперь Вот Это Все Дело Забираем Так Еще Сверяемся С Рецептами Как Вы Помните Я Иногда Умею Не то Делать Так 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 Ну Надеюсь Этот раз Все нормально Будет Так Вот Интересно Если Перепутать Местами Можешь Получать Что-нибудь Другое Нечаянно Так Этот И Че Там Две Микросхемы Опа Хрен Так И че Получаем Басик Билдинг Машин Так Дальше Делаем Мощный Провод Два Мощный Один Мощный Провод Вот Так И Еще Двойной На 4 А 120 Вольт Должен Тянуть Так Берем Делаем Пластину Эти Так Вот Где она Где-то Жы Была Вот Это Сюды Ладно Делаем Так Надеюсь Ему Одной Хватит Резинки Или Двух Двух Надо Смотреть Как Чувствовал Так Почему Ставлю Вот Эту Для Начала Покажу Так 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 Есть У меня Конечно Есть Ну Индустриал Крафтовский Провод К этой Штуке Не Подходит Они Подходят Сюда Вот Как Видите Беру Индустриал Крафтовский Провод Я Вроде Показывал Но На Всях Случай Повторю Вот Видите Он Никак Не Подсоединяется Вот Поэтому Мы Возвращаем Своё законное Место Он Индустриал Провода Только Для Индустриала Ставим Вот Этот Провод Сюда Басик Сюда И Та Да Смотрите Ложим Так Надеюсь Один Провод И И И Фиг Вам Вспомнил Надо Интегрировать Циркул Циркул И Он Получается Блин Это Ещё Одна Микросхема Ё-моё Сейчас Вернусь Да Кстати Пока Я делаю Чип Вот Решил Показать Можно Ложить Два Слитка Сюда И Просто Их Переплавлять Только Это Занимает Больше Времени И Интересно Тут О Так Можно Ещё И тут Делать Тут Можно Через Мол Плейт Получать Тот же Самый Мать Вот Платы Такие Двойные Или Тут Калашмат И два Или Тут Блин Ну ладно Сейчас Вернусь Когда Закончу Так Вот Она Наша Микросхема Ложим Её на стол Получаем Те Грейт Цирк Шорт Цирк Вот Этот И Дальше Отвёрткой Настраиваем Нужен Нам Параметр Нам Надо Единиче Четыре Это Означает Четыре Куска Металла Обновлять В одну Так Это Два И тут Один Наверное Да Вот Один Это Её Потом Можно Перепрограммировать Допустим Вам Вот Но мне Надо Пока Есть Конфигурация Один Для чего Сейчас Пока Увидите Это Машина Как бы Без этого Программатора Вот Видите Надо Микросхема Надо Сталь И Как видите Пошла Сталь И Вуаля Одна Пластинка Один Как говорится Один Прибор Один Один Метал Один Сталь Вот Видите Вот Я могу Положить Олово И у меня Олово Пошло В пластинке Вот Как видите Полезная Вещь Очень Экономит Нам Силы И Как видите Довольно-таки Довольно-таки Быстро Идет Кстати Можно Сделать Fluid Auto Output И Item Auto Output Можно Поставить Допустим Ящики Он Будет В ящик Все Это Дело Скидывать То есть Вот Сейчас Мы Имеем Штуку Которая Нам Сильно Экономит Ресурсы Так Что такое Вот 65 Давай Долби Вот Ух ты Что тут У нас Случилось Эти печи Не должна Никогда Останавливаться Не должна Вечно Работать Вот Так Ус И Перевести В этом Вот Сейчас Это Скинем Все Так Вот Идем Посмотрим Что у нас Створится Вот В этом Дистилляте Вот Уже Есть Дистиллята И тут Он В будущем В принципе Тоже Пригодится Дистиллят Там Нужен Для Каких То Производств Там И Всякой Штукенции Вот Ну Я думаю На сегодня Хватит А то Блин Ну Слишком Много Времени Это Занимает Я Не думал Что так Долго Все Это Займет Вот В следующей Серии Будем Делать Вири Мил И еще Чего Поделаем Вот Вири Мил Нужен Для Создания Проволочек Грубо Говоря Вот Рецепт Рецепт Вот Режем Получаем Из пластинки Одну С Помощью Вири Мил Так Это Не Тот Пример Вот Из Тин Игл То Не надо Его Толбасить Из Одного Тин Игл Мы Получаем Два Кусочка Провода То есть Мы Экономим Целых Раз Два Три Из Двух Кусков Тина Мы Получим Только Один Кусочек А так Мы Получаем Из Одного Кусочка Два То есть Всего Мы В Четыре Раз Экономнее Получается Вот Как Вы Понимаете Есть Конечно Экструдер Который Хотел Сильно Сделать Видите Тин Виры Но Он Как я Понимаю Второго Тира Потому Что Вольт Таж 96 Вольт И Только С ним Можно Делать Вот Эти Вот Все А 96 Вольт Это Алюминий Вот Так Что Он Мне Пока Не По Зубам Вот Это Был Альвина Слт Грех Тех Эндр Айо Если Понравилось Ставьте Лайки Пишите Комментарии И Увидимся Пока Комментарии